Вы слушаете канал жаж.клаб. Древний Египет. Египетский праздник Хепсет в период правления фараона Джера, сына Ага. После того, как умер отец Джера, Ага, вполне возможно, что Египтом правила Нидхотеп, его первая жена и главная королева. Вторая королева, Хентаб, была матерью Джера. Ему приписывают очень долгое правление, согласно Палермскому камню, Джер правил, 41 целый и неполный год. Сообщается о праздновании юбилея Хепсет во время правления Джера. Хепсет, что означает «юбилейный праздник», являлся церемонией, которую проводили в Древнем Египте фараоны, отмечая 30-й год их правления. Еще в протодинастический период существовал обычай предавать царя смерти по достижении им преклонного возраста, когда он уже не способен защитить свой народ. Позже церемония служила, чтобы правитель продемонстрировал, что он еще не утратил свою физическую силу. Фараону давали отвар из цветов лотоса, после чего он впадал в некое состояние каталепсии. Жрецы помещали его в саркофаг на несколько дней, а после того, как это состояние проходило, фараон просыпался и оказывался в отличной умственной и физической форме. Считалось, что правитель переродился и восстановил свои силы. Палермский камень свидетельствует о набеге азиатов, или «резнеси-джу», произошедшей во время правления фараона Джера. О его семье известно только то, что первой его женой и главной королевой была Хернейд, которая родила ему сына Джета, ставшего впоследствии преемником Джера. Второй его женой стала Нахнейд, подарившая фараону дочь Мернет, которая вышла замуж за Джета, своего сводного брата. Джер, как и другие правители первой династии, был похоронен недалеко от Абидоса, в некрополе Умэмэль-Кааб. С 18-й династии могила Джера стала почитаться как гробница Осириса. Осирис был не только египетским божеством, принадлежащим к религии древнего Египта, но и мифическим царем. Ему приписывается изобретение всей религии и сельского хозяйства, он слыл благодетелем человечества и правителем всей египетской цивилизации. Его младший брат Сет организовал заговор против Осириса, в результате которого тот утонул в Ниле, где его разорвали крокодилы. Но магические заклинания богини Исиды собрали его по кусочкам, и он вернулся к жизни. С тех пор Осирис господствовал над миром мертвых как бог смерти. Абидос, недалеко от которого находится захоронение Джера, Ага и всех их предшественников, стал столицей культа бога Осириса. В Абидосе проводились праздного. Продолжение читайте на сайте jash.club